Самую вероятность никто не отменял, так как Азербайджан постоянно демонстрировал, что военные инструментари продолжают активно рассматривать как применимые в регионе, и в первую очередь этот инструмент применяется для давления на армии. То есть мы видим, что уже который раз это все происходит после, когда Азербайджан отрекут каких-то уступок, он в нами не соглашается, и после этого осуществляется какая-то военная акция, по итогам которой армянская сторона либо принимает какую-то новую ситуацию, либо из одной уступки. То есть в принципе Азербайджан никогда и не отказывался от применения этого инструмента. И по сути азербайджанские заявления говорят о том, что они достаточно последовательно на этом говорят, что в случае какого-то развития данного потенциала армии, действительно Азербайджан применит все тут. Остается под вопросом, насколько это будет полномасштабный конфликт, или скорее всего они будут стремиться как-то локально осуществить, для того чтобы избежать в том числе и какой-то негативной реакции и так далее. Но, как я уже сказал, полку об этом достаточно последовательно заявляет, и это все отражает на самом деле ту стратегию Азербайджана, которая заключается в том, что они стремятся, чтобы Армян была младшим партнером, то есть по сути страной с каким-то ограниченным шумеренцитом, полуколониальным статусом. И это проявляется в том числе в том, что уже есть целый ряд пунктов, один из самых главных или ключевых из них, вот эта военная тема, где Азербайджан пытается диктовать какие-то вопросы, которые касаются внутренней политики. Ну, очень трудно прогнозировать вообще исход другой выбор здесь, тем более, учитывая, что мы сейчас говорим о конфликте, который, по сути, еще не начался, и то есть это вероятность всего лишь. Но, учитывая, вот если ситуация не изменится, конечно, в котором надо сказать, что очень многое зависит от того, о каком конфликте вечеринке, то есть насколько это будет какой-то полномасштабный конфликт, насколько будут какие-то локальные места. Но, в целом, если ситуация от масштабов конфликта, в том числе, да, где и вот ход его. Но, в целом, если ситуация не изменится, то есть Армения будет оставаться в том же положении, в котором он находится сейчас, в дипломатическом плане, когда мы видим, что нету каких-то силы, которые активно в военном отношении армянской службы будут поддержать. И если и собственные военные усилия Армении будут на том же уровне находиться, на котором они сейчас находятся, то есть мы видим, что власти какие-то меры принимают, но они достаточно легенды, во-первых, осуществляются, во-вторых, достаточно спорные в плане направлений и интенсивности. Если вот вся эта ситуация сохранится, то понятно, что у Азербайджана есть преимущество, то есть соотношение сил не в том же уровне. Очевидно, что есть такие договоренности, которые были нарушены, поскольку текст таких договоренностей широко не распространяется, а о нем знают только несколько людей, которые вовлечены в процесс переговоров. Но я считаю, что это связано еще тем фактором, что правительство Республики Армения объявило о наступлении эры мира, времени мирных уже процессов, которые не соответствуют действительности и стратегическим целям Азербайджанской Республики. Я считаю, что это не столько удар, это просто развал всего процесса мирного диалога между армией и Азербайджаном, потому что президент Крама Лев выдвинул такие гипотезы и такие высказывания позволят себе, которые нарушают всю логику мирного диалога и мирных переговоров. Так что высказывание премьер-министра Армении я считаю очень мягким и не олицетворяющим всего того, что происходит в регионе. Я считаю, что это требование, которое выдвигает Илья Амалиев, не соответствует всем реалям, которые сформировались в регионе. И это грубое нарушение всех прав, которые имеют независимые государства, которые зафиксированы по всем договорам, в том числе и в резолюциях ООН. И я считаю, что Республика Армия ни в коем образом не должна соглашаться с такими требованиями, которые незаконным образом просто пренебрегают всеми правами Республики Армения. Никакого коридора не может быть вообще, потому что это идет вопреки интересам Республики Армении права граждан Армении. Так что если Азербайджан нацелен на мир, то все коммуникации должны быть деблокированы только исключительно в соответствии закону и конституции стран, по которым они проходят. Это уже не в соображениях коридоров, а просто деблокировка всех коммуникационных средств стран региона. Так что никакого коридора быть не может, это правильная точка зрения. Тем самым Азербайджан просто пытается доказать, что эта страна не нацелена на мир, а стремительно идет по пути войны и нагнетанию обстановки в регионе. Я думаю, что не подать картам демаркации, демитации не будет проведено, потому что если мы по выступлению президента Азербайджана, у него совсем другие планы насчет Армении. Я думаю, тут есть турецко-азербайджанский план соединить Азербайджан и Турцию. Я думаю, эти все разговоры о каких-то картах – это несерьезно. И мы должны готовиться к тому, что в подходящее время будут захвачены армянские территории. Во всяком случае, они попытаются это сделать. И все эти встречи и разговоры о картах – это просто, я думаю, несерьезно. Президент Азербайджана прямым честом говорит, что у него совсем другие планы, он не признает территориальную целостность Армении. После этих слов, я думаю, несерьезно договориться о каких-то встречах и ожидать, что будут какие-то решения. По Азербайджану и Турции совсем другие планы. Это план турецкого мира, большого Турана. И Армения, по всякому сути, южная часть Армении мешает этим планам. И они открытым текстом говорят, что для них главная задача в том, чтобы присоединить эти территории к Азербайджану. Все эти разговоры о картах и демаркации, демилитации и так далее – это все для того, чтобы отвлечь этой главной цели. 17 января Сенат Франции рассмотрит резолюцию о праве армянского населения вернуться в Нагорный Карабах. Я бы хотел подчеркнуть, что большая часть населения Нагорного Карабаха мечтает о возможности вернуться в свои родные дома, жить на своей родине в безопасности и расти там своих детей. Но вопрос безопасности тут стоит на первом плане, потому что мы знаем, что с какими трудностями мы столкнулись последние три года. И должны быть четкие гарантии безопасности, чтобы люди вернулись в свои дома. Конечно же, обсуждения подобного рода, я думаю, очень важны. Но с другой стороны, мы видели, как Азербайджан неоднократно игнорирует все международные платформы и все решения, которые принимаются на международном уровне. И самым ярким примером этому является игнорирование Азербайджаном решения международного суда. Азербайджан не то, что не выполнил свои обязательства, а иронизировал и высмеивал решения суда. И в конечном итоге, после невыполнения своих обязательств, они пошли на более грубые шаги и осуществили военные действия против Нагорно-Карабахской республики. И в конечном итоге осуществили этническую чистку, вследствие чего в Нагорном Карабахе не осталось армян. И думаю, здесь еще раз стоит подчеркнуть, что именно безнаказанность приводит к преступлениям такого масштаба. Если, конечно, международное право будет оставаться только в формате заявлений и обсуждений, то ждать каких-то существенных результатов, думаю, не стоит. Что касается последнего заявления Марии Захаровой об отсутствии доказательств этнической чистки в Карабахе, вы знаете, здесь даже сложно комментировать заявления такого рода. Потому что давайте вернемся в 2020 году до конфликта в Нагорном Карабахе проживало около 150 тысяч армян, исконных коренных жителей Нагорного Карабаха. После войны и после последних действий Азербайджана сейчас там не живут армяне практически. Ну, 20 человек с лишним осталось. И все эти люди покинули свои дома не по своей воле. Если это не этническая чистка, то что это у меня вопрос к госпоже Захаровой? Если эти люди сегодня не живут в своих домах не по своей воле, это этническая чистка, которую Азербайджан осуществил по заранее спланированной программе, неоднократно на самом высоком уровне заявлял об этом. Ильхам Али в своих заявлениях неоднократно говорил, что все люди, которые не хотят принимать его условия, должны покинуть этот регион и осуществил для этого военные действия. Если это не этническая чистка, то простите, что это? Хотелось бы отметить, что если российская сторона хоть как-то заинтересована в том, чтобы изменить объективно, именно хочу подчеркнуть объективно возникшие антироссийские настроения в Нагорно-Карабахском обществе, то они должны изменить свой подход, воздержаться от заявлений подобного рода и делать заявления объективные, которые именно отражают реаль, которая произошла в Нагорном Карабахе. И я более чем уверен, что Мария Захарова прекрасно осведомлена, что там произошло, как там произошло, какие последствия были у всего этого. Как известно, Франция имеет традиционную проармянскую ориентацию, что, конечно, мы высоко ценим. И я считаю, что французский Сенат пытается дипломатическими методами надавить на Баку, чтобы Алье вернулся к тем форматам переговоров, которые существовали до этнических чисток в Нагорном Карабахе. Потому что очевидно, что сейчас Альев уклоняется от этих форматов и желает прямые переговоры. Я думаю, что весь этот процесс направлен к восстановлению этих переговорных форматов, но также считаю, что Баку неисходна к этому. Я думаю, что в первую очередь Франция будет действовать дипломатическим путем. И считаю, что действия Баку, направленные к Франции, крайне неадекватны. Связаны они в первую очередь с поставками оборонительных средств Армении, что, я думаю, имеет потенциал умножения. И если Баку откажется выполнять все эти обязательства, то, может быть, не путем санкций, потому что все-таки санкции также связаны с общим мнением Европейского Союза. А мы знаем, что Европейский Союз продолжает наращивать поставки газа из Азербайджана в разные европейские страны. И я думаю, что в этом случае Франция продолжит также поставки разных оборонительных средств к Армении. Ну и, конечно, продолжит политическим путем пытаться вернуть Баку к этим форматам переговоров. На мой взгляд, это, безусловно, имитация конфликта, так как вряд ли правительство Франции пойдет на дешительные шаги, потому что для них важнее экономические цели, экономические отношения. В этом плане, к сожалению, Азербайджан для Франции и вашей для Запада имеет большее значение, чем Армения. Что касается виторики Запада, то я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что для Запада возможная агрессия Азербайджана против Армении считается как бы возможностью, чтобы Россия укрепила свои позиции на Южном Кавказе. Именно учитывая возможность такой перспективы, Запад пытается всячески предотвратить возможную агрессию Азербайджана, так как в этом случае Россия, скорее всего, мешается в конфликт и установит полнейший контроль над Арменией, над коммуникациями. Может быть полезно только тем, что это может быть важно для Азербайджана, и это как-то, возможно, это тормозит, возможно, агрессию Азербайджана, но не более того, потому что в случае такой агрессии вряд ли Запад пристримит конкретные жесткие шаги. Знаете, то, что у нас есть, мы нуждаемся в конституционных изменениях, это не обсуждается. Я думаю, что для Армении нужна качественная новая конституция, но насчет того, что вы говорите, какие ожидания от конституционных изменений премьер-министра, об этом я не могу сказать, какие у нас эффекты будут, но как специалист я считаю, что у нас эффект будет отрицательный, потому что у команды премьер-министра нет высоко квалифицированных специалистов в сфере конституционного права, и у них нет специализированных навыков, чтобы написать качественно новую конституцию. Просто я думаю, если они будут написать новую конституцию, это будет для того, чтобы обеспечить комфортабельность текущей власти, то есть для себя, чтобы там расширили свои полномочия, более комфортабельным делали систему управления для собственной политической силы. То есть я ничего позитивного не вижу в этой сфере. Другое, если в этом процессе будут участвовать серьезные специалисты, им дадут свободу, чтобы могли они совместно создать и создать реальную объективную конституцию. В конституции, в первую очередь, надо менять идеологию конституции. Надо написать такую конституцию, чтобы обеспечила армянскую самобытность. Потому что сегодняшняя и нынешняя конституция не имеет никаких потей, чтобы обеспечили армянскую самобытность. Надо создать в новой конституции образ гому армяникуса, то есть глобального армянина. Каким должен быть глобальный армянин? Каким должен быть гражданин республики Армения? Чтобы это было типичным образом, чтобы наши власти создали образ гражданина Армении. Это только тоже не существует. Надо изменить форму правления. Перейти опять к президентскому правлению. Потому что наше правовое самопознание не на том уровне, чтобы мы были адекватны парламентской форме правления. То есть надо вернуться к президентской форме правления. Ну и еще очень много изменений надо делать в сфере прав человека, местопоявления. То есть все главы конституции нуждаются в изменениях.